Привет! Я покажу вам как устанавливать моды для игры Darktide вручную или через программу Vortex. Если вы хотите знать за что вам легко могут дать бан и что думает о модах разработчик игры компания Fatshark, то продолжайте смотреть видео. Если вы хотите сразу перейти к установке, нажмите по таймкоду в подсказке. Так что же пишет Fatshark по поводу модов? Расскажу вам кратко основные моменты и прокомментирую. Моды можно использовать, но вас настигнет кара Бенхаммером. Во-первых, если вы будете использовать моды, чтобы мешать как-то другим игрокам или читерить. Если вы читерите в сетевых играх, вот вам мое фу. В сингле это может быть весело, да, но когда кто-то портит игру другим, он должен быть жестко и анально наказан. Такое мое мнение. Во-вторых, вас накажут, если вы будете использовать моды, чтобы ухудшать работу самой игры или стабильность ее серверов. В-третьих, если вы будете использовать моды, которые обесценивают вложения других игроков, денежные или временные. К примеру, моды, которые позволяют быстрее прокачиваться, автоматом выполнять искупления или контракты, получать мимо кассы премиум косметику или валюту. Таких модов я, конечно же, не видел, но это не значит, что их не может быть. И последнее. Вас сто процентов набубенят, если кто-то пожалуется на ваше токсичное поведение, связанное с использованием модов. Что имеется в виду? В самой игре, допустим, нет таблицы в конце миссии, но вот вы поставили мод, посмотрели в табличку и вам показалось или не показалось, что вы мегатащер, а эти немощи просто обязаны услышать ваше ценное мнение о них, о их навыках и кое-что про их мамку. Не надо так делать. В целом вам выпишут целебный бан за любую токсу. Если кто-то пожалуется, что вы их обругали в голос или в чат, бан минимум на недельку вам будет обеспечен. Так что охладите траханье. Делайте то, что в ваших силах, играйте и дайте это делать другим. Или ищите себе боевых товарищей тащеров. Кстати, заходите за этим делом в дискорд. Ссылка будет в описании. Далее Фэтшарк предупреждает, что моды имеют тот же уровень прав, что и сами игроки, которые ими пользуются. А это значит, что моды могут, во-первых, удалить навсегда ваших персонажей. Таких модов нет. Есть тот, который дает вам создать не 5, а 8, например, персонажей. То есть действует совсем наоборот. Но будьте осторожны, Фэтшарк не смогут восстановить вам ваших персонажей. Во-вторых, моды могут закупаться снаряжением и продавать его. Не исключая ценное снаряжение. И, кстати, есть мод, которым можно защитить ваше снаряжение. В-третьих, технически моды могут потратить вашу премиум валюту. Но это совсем вредительство и таких модов никто не делает. Также моды могут как-то по-другому нежелательно воздействовать на игру на уровне игрока. Поэтому дальше идет обыкновенный отказ Фэтшарк от ответственности. Что это вы все дело используете на ваш страх и риск. Что Фэтшарк официально отказывается вам помогать, если вы что-то сломали, потеряли или удалили из-за модов. А также о том, что со всеми проблемами, относящимися к работе или не работе модов, вы должны идти к мододелам, а не в поддержку Фэтшарк. Краткий вывод. Моды можно устанавливать, но нужно думать, что и зачем вы устанавливаете. В случае чего Фэтшарк вам не поможет, но постараются помочь мододелы, так что не все так страшно. К тому же каких-то опасных модов я пока не видел. Есть немного пограничные, типа кастомизации оружия или одежды. Разработчики знают об этих модах, но пока их не запрещали. Ну и последнее. Не будьте токсиками. Серьезно. Сейчас я вам покажу, как быстро вручную установить моды. Это мой любимый вариант. Это не сложно, но с вортексом может быть чуть-чуть проще для обычного пользователя. Например, в плане обновлений. Итак, устанавливаем основные моды. Скачайте Darktide Mod Loader. Это главный мод, который позволяет загружать другие моды. На страничке мода жмем файл. Затем Manual Download и Slow Download. Или Fast Download, если у вас есть премиум. Сохраните его в удобном для вас месте. Например, в специальной папке для модов. После скачайте Darktide Mod Framework. Мод, который служит основой для моддинга игры. Без установки этих двух модов, другие моды просто не запустятся. Сохраните его в ту же папку, что и предыдущей. В папке со скачанными архивами откройте архив Darktide Mod Loader. Выделите все файлы и скопируйте их в папку с игрой с заменой файлов, если требуется. Подтвердите замену. Вернитесь в папку с архивами и откройте архив Darktide Mod Framework. Скопируйте папку DMF в папку mods. Не забывайте активировать моды с помощью файла ToggleDarktideModsBat. В открывшемся окне жмем да и пробел для завершения. Все, установка основных модов завершена. Теперь можно устанавливать и другие моды. Внимание! Этот файл ToggleDarktideModsBat нужно будет запускать после каждого обновления игры, иначе моды не будут включены. Дальше ставим любые другие моды по вкусу. Покажу на примере моего мода по улучшению русификации игры. Скачиваем мод. При скачивании может показаться окошко, в котором говорят, что вы должны сначала установить мод, который требуется для работы этого мода. Никогда не игнорируйте эти требования. Далее открываем архив и копируем папку мода в папку mods. Осталось только добавить мод в список. Вы можете вручную дописать в текстовый файл mod.loat.order.txt название ваших модов. Либо вы можете воспользоваться сортировщиками. Можно установить мод автосортировщик, либо воспользоваться моим сортировщиком. Когда установка всех нужных модов завершена, вы можете запустить игру и нажать F4, чтобы открыть меню настройки модов. Так вы можете убедиться, что моды установились и настроить их. Если вы хотите, чтобы в русской версии меню модов располагалось в алфавитном порядке, то вам придется устанавливать мой сортировщик. Теперь разберем, как с помощью Vortex'а установить моды. При установке с помощью Vortex'а моды будет удобнее обновлять и будет меньше мороки с папками и архивами. Нажал и обновил, и не нужно лезть на Nexus искать. Но на компьютер нужно будет установить дополнительную программу. Итак, сначала мы скачиваем и устанавливаем программу Vortex. Для удобства вы можете установить русский язык в настройках, но программа перезапустится. Далее открываем программу в вкладке «Игры» и пишем в поисковой строке «Darktide». Нажимаем кнопку «Управлять» и в открывшемся окошке нажимаем «Загрузки». Vortex перезапустится. Переходим во вкладку «Моды» и теперь можно скачивать нужные моды с Nexus'а. Скачайся «Darktide Modloader» — это главный мод, который позволяет загружать другие моды. На страничке мода жмем «Файл», затем «Manual Download» и «Slow Download» или «Fast Download», если у вас есть премиум. Сохраните его в удобном для вас месте. Например, в специальной папке для модов. После скачайте «Darktide Mod Framework» — мод, который служит основой для моддинга игры. Без установки этих двух модов другие моды просто не запустятся. Сохраните его в ту же папку, что и предыдущий. Хотя моды «Darktide Modloader» и «Darktide Mod Framework» официально требуют ручной установки, это не совсем правда. Вы можете спокойно их скачать и с помощью кнопки «Установить из файла» добавить их в Vortex. Моды установятся. Не забываем запустить «Darktide Mod Patcher», чтобы включить моды. Нажимаем вот эту кнопочку и в окошке жмем «Да». Все, установка основных модов завершена, теперь можно устанавливать и другие моды. Внимание! Этот «Darktide Mod Patcher» нужно будет запускать после каждого обновления игры, иначе моды не будут включены. Дальше ставим любые другие моды по вкусу. Покажу на примере моего мода по улучшению русификации игры. Скачиваем мод. При скачивании может показаться окошко, в котором говорят, что вы должны сначала установить мод, который требуется для работы этого мода. Никогда не игнорируйте эти требования. Обязательно заходим во вкладку «Порядок загрузки» и ставим галочки напротив ваших модов, иначе они не загрузятся. Здесь же вы можете поменять порядок загрузки, но если не понимаете, что к чему, лучше использовать сортировщики. Вы можете установить мод «Автосортировщик» или воспользоваться моим сортировщиком. Зайдите в игру, нажмите F4 и проверьте, установлены ли моды. Здесь же вы можете их настроить. Хочу сказать пару слов по поводу сборок. Хотя я и сам промышляю немного этим делом, но все же прошу скачивать моды с Нексуса, чтобы поддержать авторов. Ну вот и все. Моды установлены. Если видос зайдет, я, возможно, запилю еще что-то полезное. Обзоры модов, например. Еще увидимся. Лайк, подписка, вся херня.